Девушки отдыхают 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 напитився у тієї золотої энергией, которую он поменял из себя и шла от его работы. На жаль, мы много чего не стыдли. И, власне, этот проект, который мы презентуем сегодня, это память нашего сердца. Власне, про тьму миттевость нашего спинного с Виктором Александровичем життя. Дозвольте мне сегодня запалить свечу памяти Виктора Трофельца Милютина. Миттевець был всегда безмежно закохан в Полтаву. Он был настоящим ее патриотом. Он свою творчость посвятил в різном краю и родной ненци Украины. Хотя он народился в Далекому Липецку и в дорослому житті он в жодном разе не бувал у своему месту, яке давил ему дитя. С 1937 он переезжал до Полтавы и уже, власне, тут он учился, тут он взрослый и виявил хист до музыки и образотворчого мистецтва. Когда постал перед ним питание, який обрати життєвый шлях, и, знаете, были певные вагания, но он сам собі сказав, що моё життя, воно повинно бути повязано з живописом. И уявите собі, в 1951 году он вступает до Кримского художнього училища имени Миколи Семеновича Самокиша. Тогда, в тот час, там працювали найкращие кримские творческие и талановые люди. Там не только працювали известные мастеры, но и взрослые. Но жизнь его было связано с Полтавой. Тут он закокнулся, тут он создавал родину, тут он родил детей и тут он нашел лучших друзей. И все лучшее, что случилось в его жизни, было на наших очах. Мы всегда были рядом с ним. Его творческие — это взгляд в будущее. Они исполнены философского сместа. Это мистецство, которое приводит человек думать. Мы знаем, кроме его творческих работ, которые мы часто видели во время выставки, мы знаем про то, что он писал храмы, мы знаем про то, что он писал иконы, которые даривали людям. Мы знаем про него, с одного боку, очень много, а с другого, как мало мы знаем сегодня про него. И все это мы будем пытаться собирать, сохранить и оставить нашим поколениям. Все мы с вами творческие люди, и все мы знаем, что кто-то творит красу словом, кто-то звуком, кто-то кольером, а кто-то творит мистецтво, благодаря современной технологии – фотоаппаратикам. Радость, которую дают нам святыни, это радость участки разом с фотохудожником пирнути в этот процесс пизнания света, который мы называем мистецтвом. И сегодня я рада тому, что наш зал собирает однодумцев, друзей, не только нашего музея, но и великого мастера Бензеля Виктора Трахимця-Вилютина. И среди наших когостей есть те друзья, которые, возможно, самые ближние друзья. Это автори тех святых, которые мы сегодня сегодня собираемся. Олександр Розум, Игорь Лотиш и Аркадий Славуцкий. Я вас прошу, шановые. Первое, что я хочу сказать, это я хочу выразить поддяку працанникам музея, которые отгублялись на нашу предложение. Это была не плановая выставка, но эта выставка была экспромтом. Выставку, как мы сами экспромтом сделали, с Александром и Игорь Лотишневым. Вопрос в том, что вы много художников, большая часть этого зала художников. И вы знаете, что своим пензлом вы вывольете какую-то картину, какую-то сторонку життя. И хотелось бы нестандартно так выступить и сказать про одну сторонку життя Виктора Александровича, которая была связана действительно с мною. В свой час, когда я работал редактором газеты в полтавском районе, я делал репортаж в одних из школ полтавского района в селе Куликівка. Это средняя школа Куликівка. Захожу в кабинет в химии и вижу на шкафу лежать картины. Питаю директору, что это за картина. Он говорит, что это у нас была картина галереи. У Куликівки была картина галерея, где наречивалось больше 140 работ лучших художников Украины и Полтавщины. В прошлом году я посмотрел книгу, и одна из сторонок этой книги тут на выставке. Когда я спросил, а где же остальные картины, я разграбил картинную галерею 90-х годов, а где остальные? Ну не знаю. Я спросил, а есть у вас учитель истории? Есть, может быть, исторический гурток, давайте, хай учники находят эти картины по селу. Кулик кинули, нашли 17 картин. Я рассказал, я рассказал, я рассказал треким Цумилютину Виктору Александровичу. Я говорю, Аркадій, давай подарим еще, у меня вот три картины можно подарить сейчас. А у меня три картины были Володя Павлевиченко, помните? Родненько его называли. Мы берем 6 картин, едем в школу и даруем эти картины. Сейчас картина, галерея вытворяется, вот это что ценно, может быть, он дал крючок, применчик для этого родственника. И таких случаев я могу рассказать о безвечестве, безвечестве. Он был очень талантливым человеком, добрым человеком, вечером, интеллигентным человеком. Ну, много можно сказать про эту человеку. Память завжди у нас в сердце залишится. АПЛОДИСМЕНТЫ Александр Розун. Ну, профессионал рассказал, я хибачу, может, трошки дополнить. Вот. Це была дуже водогранна людина, світла, дуже наивла, мудра и дитяча. Я не могу, ну так, просто дейте. Я первый из тех, кто узнал его кончение. Вы договаривались сделать выбор его картины для Лубинской весны. Я мав прийти, зробить оцет. Відправить, значит, туда из Бубни, чтобы там определилось, что для чего. Так вышло, что у меня семейные обстояния. Выйшло так, что не смог вот этот день. У него не вышло. Потом мы договаривались на выставку. Я пришел на выставку Ярошенко. А Билютина не было. А тут обернулось. Я говорю, Гриша, чую, что здесь неладное. Давай будем шукать Виктора Александровича. Мы в мастерлю за руки висят. Стукаем там сусіду скульптором. Кажет, не появляться три-четыре дня. Потом выходит еще на одного из товарищей Вадима Хривенко. Туда приходит женщина и узнает, что Трохимца билит на три дня для Клима. Так? Вадим. Он умер в пятницу. А на наступный день его неведомо где для нас по сегодняшний день. Скажем так. Поховариваться. Так. Вежливо повисказано. Вот. И мы, и мы, что мы смогли за это честь час сделать, что мы вернулись до Владики Федера. И на девять дней он провел сюжет литию поминаем. И сегодняшний наш заход, который мы у трех, спонтанно. Инициатор Аркадий Славуцкий. А мы не будем ждать, что там. А давай мы свое сделаем. Жму руку. Вот. Ему. Профессионал. И вот это. Что у нас вышло. Сегодня не просто выставка. Не просто выставка. Это реквием. Цей великой человеке. Сегодня у нас трассная пятница. Вы уже понимаете. Иисус Христос иди на голову. Сегодня Виктор Александрович стоит на стражном суде. И куда его ангели охоронцам приделять. Тому, важно, чтобы мы тут собрались для его увековечения. И памятник своей семьи. А он был очень многогранным. Когда его последние годы, месяцы, ну, на русском языке, закальовывала эта нищета, в том подвале, где сохранялись вот эти его шедевры, мы прикладывали старания, какие-то, чтобы как-то трошки поддерживать. Бегали по Деркачу, горсовет, выбивали какую-то там премию, а он сидит, ведь его там требовало подписку поставить, что он там что-то просил, а он говорит, как, как про меня будут думать люди, я не могу этого сделать, мы за него подписывали. Ну, дала там от Мамаевского фонда 2 тысячи, а лишь вам не спасли 2 тысячи, когда его борги за твой воючий залитый фекалий в подвал, ну, было, я не знаю, сколько тысяч, понимаете, и он сегодня еще не вырвался. Но он был очень открытый, открытый человек, он отсылался на все, детский, какой-то захват, он там, вот, какая-то выставка, вот, он там, вот, и люди добрые, может, мы даже радуемся тому, что кто-то здесь ему и ту тарелку супа носилет. Ну, все великие люди, как-то, выживаете, но у него было, ну, сложное, скажем, життя на последних его оцехах. Но, какой был привет, не все иначе, я не буду повторювать, я предоставил, я сейчас закончу, за вашу дозу, предоставил тут видео побачить, тут 19 минут он рассказывает про свое життя, как он относится к маме, как он до всего, я это зафильмовал. У меня вода есть, я хотел бы, чтобы вы побачили, поэтому еще раз дякую вам всем, что вы пришли сюда, светлая память этой прекрасной человеке, и давайте будем подготовить. А еще, я еще вспомнил, может, нам удастся это сделать. Мы делали работу в каком плане, требовало как-то спасать картину. Я говорю, а ты обратился, я еще скажу, для друзей, он не был Виктором Александровичем, он ображался, когда до него так обещали, он сказал, называйте меня, хлопцы, Витюха, своим близким товарищам, там есть фотографии, он держит такую картушину на дачу, выращив, вот, радуйся, я говорю, от выросил картопельку, и нас сгодовал топинамбуром, такие блюда робили, он говорит, кулинар был от Бога, из ничего робил что-то, вот, так была мысль, думка такая, он говорит, если бы мне, то и мамой, вот там пустой областный дом профсоюзов, на кругу площадь, пустой стоит, и сказали, хай мне люди разместят тут картины, я бы туда ходил, как сторож, не отримывая деньги, я бы их сторожил до конца своих дней, но когда я умер, все эти картины я подарю городу, то есть реально, реально, он хотел эти картины подаровать, так, Григорій, вот, и мы мали важливість у Полтави-Мати, еще музей имени Виктора Александровича Прикорта-Бюлютина, но не удалось, сейчас вопрос для его картинки, но эту тему я не разбиваю, вот, это, это окремая тема, это окремая тема, поэтому вечная ему память, дякую еще раз вам всем, кто его знал, кто пришел, разделил с нами, это наши почутки, но она по фотографиям, это те, какие он был действительно в жизни, это выставки, это его общение, это его подвал, он на портре Пьяно, это портрет моей работы, это уже, видишь, таки вот, втолившись, это уже одна из последних его работ, вот, и поэтому я не могу себе знать до сих пор, они не верятся, я разговаривал, я еще, ну, первый ход, я разъехался, вот, я спілкувался, может, кто знает, такую Надежда Савченко, может, кто знает, это первая дружина Виктора Александровича, значит, история, которая относится такова, они поженились, для того, чтобы быть рядом и выживали в городе Харьков, Милютин 3-4 роки працювали викновенно с десарем у Харькови на каком-то залоге, чтобы заработать гроши и поддерживать эту семью, вот, вона навчалася сейчас, вона – великий литератор, вона написала 14 книжок таких, бирши, вот, я ее мав за эти 40 дней, где-то 2-3 спілкувания, мы по пів години спілкувалися, вона не велика, не может этого быть, вона собиралась приезжать сюда, где-то в траве месяце, каже, я, мені ничего не потребовало, она звонила, раз в рік поздравляла, дарувала книгу и поздравляла с дненарожением, дуже счастливое ощущение через все життя, их разлучили, потому что у них не было детей, ну, это-то я уже в семейные тайны залез, вот, ну, життя и життя, але вони вот эти ощущения, как-то, зберегли, вона мала, мала, мала в травне місце приезжать, и что вона мені сказала три дня назад, вот, сидите, моя, на работе, я как раз разговариваю, а вы пришли, вона каже, я не верю, что я нема, він таки веселив дачу, то, ну, все ж таки, зібрав копеечки, поїхав до своего сина, до своего сына в Петербург, у него сын Петербурга, вы понимаете, и он говорит, что ждал, 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 а он, Григорий Михайлович, не даст мне брехать на дненарожен, сынок звонил, очень редко, все не мог приезжать, я говорю, ну, скажи сынок, да я побалакаю, хай доедет до Белгорода, мы тут его машину встретим, а через ритм и приедет, вот, так она думает, что он поехал туда, ну, хай таки думает, что, не величись, а он поехал в Петербург, то сын, ну, вот, это вот такая вот житейская, скажем так, история, если ее можно назвать историей, но оно все пройшло через сердце, мне и моим друзьям, ну, я его добавил, так что, дякую еще вам раз, ну, я думаю, что, он хотел, чтобы был музей у Полтави, но хотя бы виде музея, требует прикладывать все старания, кто его знал, на півроку провести добру выставку, там, в галереи, если нам пойдут на зустріч, мы до этих фоторобіт добавим еще 10 раз больше, потому что на плешки тут я принес их до сотни, те, что не попало сюда, и объединимся, потом, тут, много говорят, у меня есть, у меня есть, у меня есть вот такое сделать великое, помимо картин, что не беремся, ну, чтобы Полтавец знал и помнит, а чтобы Полтавец жив, такий художник. И он достойный гражданин этого города, и зовите его, это будет неправильно. Поэтому, вечно в памятни, дякую вам. Знаете, действительно, этот проект вдохновил очень многих полтавцев, и вот протягом этого месяца до нас идут люди, которые несут фотографии, за участие Виктора Александровича, рассказывают историю, и это очень так тревожно для нас всех. С любовью и наткнением Виктор Александрович подходил до малювания своих пейсажей. Вони переповнені багажством пар и лиричным звучанием. Вони загрівают душу теплом и радостью буття, змушают уважнейше и добрейше ставиться до наполешнего света. Мабуть, тому и не випадково, власне, Трахимец Милютин став членом спілки, Національної спілки художників України. Я бачу, серед нас присутній голова спілки Юрій Олексійович. Будь ласка, скажите декілька слів. В нашем жизни не бывает ничего випадкового. Люди набагато трудятся для того, чтобы стать членом певною организацией. Я даю вам слово. Доброе утро. Мы действительно маем великую втрату художника, люди, филота. И это уже я на сентраторе набагато сроки, но память действительно будет века. Что важно, то, что спілка в свою силу поддерживала Виктора Александровича. Из нашего трудования он был два термянина, стипендіатом президента. На останнем управлінні, где он последние 10 лет был членом управления, мы снова голосовали за висунок его на звание заслуженного художника. Но дальше просутие документов уже от нас не зависит. Это государственная нагорода, и только государственные органы могут поддерживать. Я нагадую слова Скакуна, нашего известного народного артиста, который заделепонировал и сказал, что я не уявляю, место Полтава без своей姿, которая окреслювала ходу своими. Это было пометно, потому что его姿 была уникальна. Он был, конечно, красивым человеком. Это все правда, что случилось не так, как нужно было бы. Но много зависит от семьи. И тут как раз и есть та проблема, про которую мы говорим. И эти отношения внутри семьи, они, как раз и выявили, все дни памяти. Поэтому гражданство не знало про то, что так раптово подошел в личность Виктора Александровича. Что можно было сделать и вообще, как на меня, сейчас у нас, действительно, страшный тиждень, сегодня, в той день, когда был раз и пятий, Иисус Христос. И мы, возможно, еще где-то в своей суте атеисты. Потому что, конечно, все сказано, что мог бы быть музей, могли быть подарены работы. Но Российская система привыкла к тому, что мы не можем писать заповедь. Это не было традиций. И вот, когда был бы созданный заповедь Виктора Александровича, Понятно, что никто не думает о том, кто есть последний день. Но он наступает в каждого. И про это нужно думать всем, кто хочет оставить про себя память, оставить свою творчость, чтобы она прославила нашу страну, нашу родное место и мистерство. Что случилось с творчостью Виктора Александровича, и это, может быть, сейчас самое важное. А ты, что спадкоянцы, забравши ключ, ну, завладывши, по сути, ключом, за то, что не цикавируешься творчостью, життям, не допомагающим, внучка вывезла все работы полностью из мистерин. И когда мы за рейдным отделом, куди АТО уже, на жаль, теж проблемы. Проблемы в Полтаве есть и с мистеринами. Никто не смогу переступить через, ну, какие-то меркантильные надеи, что все будет его або его близки. И поэтому в майстерне все есть властностью миста. И это, наверное, там, допомога есть, не можно сказать неправду в аренде. Но они, не будучи властностью, они в таких станах находятся, как и находилась майстерня Виктора Александровича. В принципе, это место было достаточно достойное, и, вкладывая туда деньги и его, сделавшись, трошки высушить. То было житловое помещение, а потом оно было запущено просто на півпідвал, но житловый на півпідвал. Инших майстеринь властности спилки не имеет никакого. Все в аренде. Что можно сейчас делать? Понятно, только обратившись к совести с подкоемцем. Что я вспомнил сына? Чтобы понять, два раза за деньги спилки, за какие-то деньги спонсоров Виктор Александрович, два раза ездил в Петербург. Это была первая поездка, достаточно успешная выставка полтавских художников, дороги Гоголя-Полтава-Санкт-Петербург. До цих подій, до цих ворожего ставления Российно-Украины, до того. Хотя мы это чувствовали, если будет открыто. Я мав возможность Эрмитаж встречать студентам достаточно часто. Но когда мы еще хотели встречать, то нам показали. Вот, смотрите, написано. Пенсионерам и белорусским художникам по членским квиткам. Все другие, украина, маючи европейский квиток, не могла доступу иметь до музея. Так, и наступный раз Виктор Александрович уже ездил сопровождать работы назад, и он уже поспілкувался с внуком. Так что в этом отношении, можно сказать, он был счастлив, и что он держал на руках у нас. Тому виставку обязательно нужно делать. Повторю, что только спадкоянцы, которые уже юридично грамотные, уже оформлены через нотариуса, там, все юридические нормы, и надеются иметь связь с этого. Но был бы заповед, что на комнату музея, или просто на конкретные переданные творения. Как я сейчас говорю с представителями Керезновчого музея, на жаль, музей Керезновчого не имеет работы. Художный музей мало мает работы. Но все-таки внучка, еще молодая людина, надеемся, не втрачена в морально-духовном плане. И когда мы вернемся от грамотности, чтобы лучшие творы были все-таки переданы в збирке музеев. И эта виставка, яка, возможно, реальна, действительно на півроку, с приватной коллекцией можно, в том же художном салоне, он сохраняется до десятых работ. Сейчас мы взяли на облитки, чтобы были на реализации данных. Поэтому это, выставка, это и наша мета, и наш обязанность перед светлой памятью великого художника. Я дякую всем фотографам, друзям, которые были действительно близки, потому что, друзья, это профессиональные отношения, чисто людские отношения. И поэтому большая шанс людям, которые понимают, что они общаются с людьми, которые достойны поваги, шансов и памяти. И дякую вам за поддержку нашу коллегу и вечную память великому Мексю, Пархимцу Миручину. Дякую вам. За свое творче життя Вітер Пархимец Милюсин использовал на разные жанри. Это были и портреты, и тематические картины, биорами, и современные проекти. Это была колотна философского спрямливания. И, скажемо, відверто, деякие его выставки были просто несподиманными для нас. А в культурном значении, что до места, это были неперевершенными, интересными проекти. И, оскільки вси они, ци выставки, направлены на глядачей, то я, как музеец, завжди люблю летать книгу в обеих рук, что до выставок. И вот в одней книге было написано, «Милюбовник, но новито вытворюю красу своего полтавского края, показывает свою родность, бачение и понимание света. И это истинная правда». Я запрошу до слова друга, однодумца, заслуженного художника України, члена Національної спілки художников України, «Петборно он голых маслеевича». В общем, прервалась нить творческая между нами и художниками 50-х, 60-х годов. С уходом в веку. Он учился у Шаховцова, у Шевченко, смотрел, как работает Андрей Андреевич Всеволодовский, Мозык. Когда появились здесь киевские художники делать монументальную работу в бассейне, он там помогал исполнять мозаику. Кое-чего научился у киевских художников и в Полтаве выполнял мозаичное фоно, работая в художественном, в комбинате художественного фонда в Украине. Ну, мы все его знаем, присутствующие здесь большинство знают его вот в таком красивом виде, да, длинное, белое волосо, большая борода. Я его знаю, когда он был полностью брик, это 60-е годы. Это был человек очень темпераментный, и у него такая широкая амплитуда поступков от одного плюса к минусу. Ну, как у всех у нас. Может быть, он иногда и не умел погасить свой минус, но это было. Ну, по поводу внешнего вида. Я знаю, когда я появлялся в художественном фонде, в комбинате, куда прикупить красок, потому что их не было в продаже, а у художников можно было купить, то он всегда говорил, гоните этих волосатых их. У меня волосы такие были бородатые и все такое. Ну, потом, лет через это, в 74-м году он начал отпускать бороду, волосы. Так что, вот он, он себя отлично чувствовал в таком, в таком виде. Вот, сегодня я слушал все воспоминания, которые ребята о нем говорили, и думал, жалко, что Витя этого сегодня слышит, потому что у него был такой комплекс. Коллеги мало ему говорили о том, что он, ну, хороший художник, о том, чтобы сказать, великий, конечно, ни у кого язык не промачивался, но он попал на курсы повышения квалификации дизайнерских. И сделал проект оформления под руководством своих педагогов, по-моему, педагоги здесь московский был институт. Сделал проект оформления музея Полтавской битвы. И этот проект попал в журнал декоративное искусство СССР. Это такой был журнал, где очень сильный, мощный журнал, который, я жалею, что, к сожалению, такого сейчас журнала нет. Это был очень большой успех, потому что кто-то с провинции попал в такой провинции, как Полтава, попал в этот журнал. Так что Витя гордился этим. Потом он работал главным художником. У него был приятель архитектор, главный архитектор Полтавы Квас. но они вместе отдыхали, как принято говорить. И он работал главным художником Полтавы на романских засадах. так что он где-то в культурной части Полтавы начальства. И это тоже, я думаю, ему там зачтется, потому что на художников смотрели, знаете, как в те времена, советский период, и сейчас тогда говорили, что на первом краю агитации пропаганды. И помню, когда я приходил, ну это к слову, приходил в горьком или обком утверждать свои проекты, мне говорили, а что ты не размалялся украинской ему. Витя, я последний раз за нашим круглым столом сидел с ним рядом, это было буквально там за пару недель до входа его, он был бодрый как всегда, что он мне говорил, говори мне на это ухо, потому что этим не вижу, правый глаз тоже не видит, но внешне об этом человеке так сказать не можно, он просто исторгал такой динамику, нам часто его приходилось успокаивать, потому что он очень был динамичный по характеру. Да, я тоже думаю, жалко, что он это, а может слышит, что о нем как о художнике говорят, хорошие даже есть такие предложения, что сделать музей, это да, это было бы ему, конечно, вот если при жизни это говорили, вот это было бы здорово. так, так, мы не когда соромились сказать буквально слово, потому что zwyкли дивиться с критичного боку, чтобы подальше не было таких пропущено помилок. Но я сейчас перейду на российскую мову, потому что мне очень нравится один бирж. Сказал художник, не бывает смерти, когда судьба страни на мольберте. Еще у нас дорога далека, пока из-под руки со зрячей кистью темнее дали бегут куда-то листья, несутся грозовые облака. Это я до того, что наложирую вас. Я запрошу до слова однодумца, друга, члена национальной спилки подзарив Украины, заслуженного художника в Украине, бандуриста и лирника новобранца Ивана Яковича. Мы с Віктором очень часто спілкувались И как бы и чарку выпивали, у нас была такая компания, где он забыл, значит, Георгий Володимирович с ним совсем так другим. Георгий Володимирович, я не думала, а не мастерусь. И поэтому он под мою бандуру часто спевал и заказывал всякие вещи, то есть за столом спевали все, и он тоже, и вот. Ну и по стиху, я как-то так, он пішел неожиданно, ну прямо я не знаю, как он пішел. Вот, мы собирались еще, значит, в мастер-классе. И поэтому я и спеваю таку письмо. Та не жур мене, моя мати, бо я и так жируся, ой, как видно за ворота, а где-то валюся. Ну, охотим еще, может, я там уже спеваю. Та не жур. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнали Симон «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнали Симон «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Я не знаю, я знаю, что моя мама, я своего неба, его влада, Радянска, когда-то запаховала, а мама была. Она, конечно, любила, и перед памятью ее сынок, который не знает, что такое вероятное святое, если есть наткнение, то нужно отдавать ее людям. Только при наткнении, только с доброю души можно сделать добро, а так ничего. Господи Боже, наши батьки, все, где бы, не знаю, какие там у них грехи, то прости их, и нехай им будет царство невислено. Царство вечно, для наших батьков капельку ж наполнило. Ну, таки бувало. Життя, життя, утверждать, что это день народжения его. Здоровье, здраво. Но я хочу вам сказать, что таким мы его помнимем, он еще и до сих пор, что он и до сих пор среди нас. Сдаётся, он десь, десь, он у нас повернется и прийде до этого музея и будет снова с нами на заходах, с нами говорить. И нехай никогда не газ, не полумья, теплоти и мудрості у ваших душах. А на вістрі памяті, от цієї свічки, яку я символично запалила, хай завжди поминяє світлий образ Віктора Олександровича Трохніцельного юртона. Він своє життя, він все своє життя служив істині і добру, мистецтвом пензля і кольорів. Такий світлій людині не гріх і вклонитися. Я пропоную усім нашим учасникам шанувати хвилину навчання світлий образ Віктор Олександровича Трохніця Мілінтіна. Для дачи всі пасовства. Сыном розбавляюсь, я буду. Просердие с нами, видео будет. Гацірі тюхай. Останні дядя розжиті. Співлюху дожити. 85 років. Біля стрелих бічного вогню 9 прам'я. Магазід водоподів. Я вам дуже вдячний на пресети. Географії будуть йти далі. А я вам нагадаю такі ряд хвилин. Це істинно розбавляє. У кожного свій шлях колись скінчається. І майже кожному до них кладуть вінків. Одні живуть, жили, забуваються. А інші пам'яться, лишають назавжди. На їх вогилах виростають бур'яни і квіти. Бо тілик вільне. А душа жива. Та у народі будуть вічно жити. Їх панди, чинки і палки слова. От, я думаю, всі ті вчинки, ті творчі доробки, які залишив в особі Віктор Олександрович, от ті гарні справи, добрі слова, які він нам просто інколи обдаровував приємними словами, вони назавжди залишуються в нашому серці. А якщо вони будуть жити тут, то душа його буде жити вічно. Він стане отою зіркою і буде нам повертати своє тепло. Я вдячна всім, хто прийшов сьогодні на відкриття нашої фото-виставки. Протягом цього місяця ви зможете іще приходити, повертатися, згадувати, говорити з нами, відчути дух і атмосферу Віктора Олександровича, який своє життя подарував нам і нашому місту. Я дякую всім. Ну, а в вільному спілкуванні ми можемо переглянути ще декілька відео, той, хто бажає, у кого є час. Ви можете оглянути фото-виставку. І у виставковій залі, вчора ми відкрили виставку графіки, це храми Полтави і Полтавського району. Це аматор, не художник, він не претендує ні на яке, жодні там визнання і шанування, але до великодніх свят ми готували отакий невеликий дарунок нашому місту. Гарного вам спілкування. Ну, а ми повернемося до декілька. Я розповідь, повернемося до декілька.